Завтра наступает лето, а это значит отпуск, отдых, курорт. Можно ли отдохнуть в Египте? Подорожают ли туров Турцию? А также что лучше, Сочи или Крым? Об этом в рубрике «Говорим о главном» расскажет эксперт туристического рынка Юлия Дымнова. Или наша рубрика называется «Говорим о главном», поэтому я начну сразу с главного. Турция и Египет. В 2015 году еще больше 70% россиян, выезжающих на зарубежный отдых, ехали в эти две страны. Потом возникли проблемы. В этом году россияне, красноярцы нас интересуют в первую очередь, смогут отдыхать в Турции и в Египте? В Турции, безусловно, но давайте я начну с Египта. Я думаю, даже с большей уверенностью могу сказать, Египта в этом году не будет, ожидать его не стоит. Не знаю, стоит ли сейчас говорить о причинах. В общем, все знают. Да. Вот. Турция, она уже сейчас побивает рекорды по спросу, мы сами этого не ожидали. Рейсы улетают полностью заполненные. Летают они сейчас очень часто. 5-4-5 рейсов в неделю вылетает, и спрос очень большой. И вы прогнозируете, что Турция в этом году будет лидером в направлении? Я думаю, что да. Если говорить о зарубежных направлениях, я думаю, что Турция побьет рекорд. В прошлом году моих знакомых, в частности, много отдыхали в Крыму и в Сочи. Причем по поводу Сочи все, в общем, в целом остались довольны даже ценами, условиями. Ну, чем... Что-то не понравилось, но в целом сказали, что окей, нормально, почти как за границей. Из Красноярска смогут люди отдыхать в этом году в Крыму и в Сочи? И чем одно отличается от другого принципиально по вашему? Безусловно, Сочи и Крым в этом году также из Красноярска представлены. В Сочи... Ну, вот давайте даже обратим внимание на то, сколько рейсов летает из Красноярска. В Сочи у нас 5 рейсов в неделю, в Крым 4 рейса в неделю. Спрос есть, но если говорить о предыдущем сезоне, то цены, ну, будем говорить, если в Крым, Крым оставляет желать лучшего. Мы ожидали хотя бы уровня цен прошлого года, но даже уже с началом продаж цены начинаются... Ну, если брать двухнедельный тур пакетный в Крым, это 40 тысяч минимум. 40 тысяч, можно очень хорошо отдохнуть в зарубежных направлениях, это будет теплее по сезону, тёплое море и сервис. Что с ценами происходит? У этого вопроса две части. Первая, насколько дороже, может быть, или это заблуждение, станут туры в этом году, потому что курс вырос же там в прошлом году. И насколько конкурентно способны цены вот того же самого Сочи и Крыма в сравнении с зарубежными турами? Вы уже начали отвечать на этот вопрос. Да, я же ждала этого вопроса. Знаете, я приятно удивлена. Сегодня очередной раз посмотрела статистику по ценам. Мы знаем все, что курс доллара поднялся практически в два раза, но приятно смотреть, что цены так не изменились. Ну, если это интересно, я могу сказать, что, ну, если говорить о Турции, то цены 30-40 тысяч, это, ну, понятно, бюджетные, конечно, отели. И 30-40 тысяч при все включено прямым рейсом из Красноярска. Это очень приятная цена. Такие же цены были в докризисный период. Если мы возьмем азиатские направления, там тоже цены, ну, конечно, сейчас там более низкий сезон, чем в той же Турции или Тунисе. Там цены начинаются 20-22-30. Можно вполне хороший отель взять. Это, конечно, будет питание, завтраки. Если говорить о ценах на российских курортах, в Сочи очень приятные цены. Там 15-20-25, это, конечно, неделя. Около двух недель они стоят, ну, вот, 30-35, 10 дней. Многие спрашивают, 10 дней стоят 25-30 тысяч. Ну, я говорю сейчас о эконом-отелях, конечно, но те, кто очень хочет отдохнуть, они, я считаю, вполне могут себе это позволить. А за счет чего удается вот рынку удерживать такие цены? За счет снижения качества? Ну, или просто люди, которые в этом рынке участвуют, готовы работать за меньшие деньги? К счастью, качество здесь не пострадало. Видите, здесь, если говорить отдельно о каждой стране, то есть, ну, известно, в том году, да, Турция скучала по нам. В этом году многие отельеры пошли навстречу и снизили цены. Люди уже сейчас возвращаются с курортов на качество, я не слышала, чтобы кто-то жаловался, поэтому мы еще, конечно, посмотрим, что будет дальше. Но просто нам идут навстречу. У меня последний вопрос. Я наверняка о чем-то важном забыл или не догадался спросить. Давайте перечислим все направления, которые будут доступны красноярцам в этом году, вот, чартерами из Красноярска. Если перечислить все направления, Турция, Тунис у нас прямой из Красноярска, Вьетнам, Таиланд, Китай. Также есть у нас Сочи, Абхазия. Ну, Абхазия, она, правда, будет через Сочи, там непрямой рейс. И есть Крым. Вот эти семь направлений, получается, это рейсы из Красноярска прямыми будут. Спасибо большое. Хорошего сезона, вам удачи, а всем красноярцам хорошего отдыха. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.